Здравствуйте, сегодня наша первая лекция, тема лекции «Цель и задачи медицинской микробиологии. Систематика и классификация микроорганизмов. Морфология микроорганизмов». Микробиология изучает микроорганизмы, невидимые невооруженным глазом. К ним относятся организмы растительной, это бактерии, грибы, водоросли и животной природы, то есть простейшие, а также вирусы и прионы. Все они составляют микромер, грандиозные по численности и видовому составу совокупности невидимых существ, обитающих в данной планете. Они играют большую роль в круговороте веществ и поддержании динамического равновесия в биосфере Земли. Микроорганизмы заселили Землю задолго до появления высших растений и животных, около 3-4 миллиарда лет назад, и в настоящее время представляют самые многочисленные и разнообразные группы существ. Благодаря микроорганизмам поверхности Земли не выглядит свалкой павших животных и погибших растений. Кроме того, они колонизируют микроорганизмы и вступают как эндоэкологические агенты, способствуют некоторым процессам их жизнедеятельности. Довольно значительная группа микробов, около 5 тысяч видов, обитает в организме других существ, включая и человека. Микробиология изучает морфологию, физиологию, генетику, систематику, экологию и взаимоотношения микроорганизмов с другими существами. Поскольку микроорганизмы очень многообразные, то более детальным их изучением занимаются ее специальные направления – вирусология, бактериология, микология, протезология и другие. В результате научного развития микробиологии микробиологии разделились на ряд специализированных направлений – медицинские, ветеринарные, технические, космические и т.д. Одновременно с развитием микробиологии формировалась иммунология и несколько позднее санитарная микробиология, изучающая санитарно-микробиологическое состояние окружающей среды, ее влияние на здоровье человека, и разрабатывает мероприятия, предупреждающие неблагоприятные воздействия болезнетворных микробов. На современном этапе к особым разделям медицинской микробиологии относятся клиническая микробиология – ее объект условно-патогенные микроорганизмы, вызывающие поражение человека – и фармацевтическая микробиология, изучающая микробы, вызывающие порчу лекарственного сырья, обсеменяющие лекарственные средства, а также технологии получения различных лекарственных и диагностических препаратов из микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности. Этапы развития медицинской микробиологии Период эмпирического познания – древний мир. С патогенным микроорганизмом человечество столкнулся на заре своего развития, наивно объясняя это корой богов. Вероятно, самым первым правильным понятием о способных заражениях является представление древних евреев о контактной передаче проказы. Уже в древней мире определяющий роль отводилась с соблюдением гигиенетических норм. Развитие мореплавания и торговли привело к тому, что за сравнительно короткий период Европа перенесла ряд страшных эпидемий. При их приближении население действовало согласно пословицу Совета. Ситуа лонги торгов. Беги немедленно, будь в отсутствии подальше, возвращайся попозже. В 1374 году в Мадонне было построено специальный дом, где 40 дней проживали люди, приехавшие из зачумленных мест. Чуть позже в Венеции появился указ об изоляции подождительных на чумы людей. Товар и корабли на 40 дней. Карантин. Гуирни. Откуда и произошел термин карантин. Наблюдение, сделанное во время эпидемии чумы 1347 по 1350 году, позволило установить возможность передачи инфекции непосредственно от... Мазолина говорит, что поколебала основной миазматической теории, так как позволило установить возможность передачи инфекции непосредственно от больного. В 1553 году Аль-Бен-Дить указал на наличие материального заразного яда. Питрус Форситус ввел в медицинской практике термин «вирус», имея в виду тот же яд. Еще дальше пошел парациллис, широко применявшийся термин «вирус» для обозначения невидимых семян, приносящих болезни. Наиболее четко на природе инфекционных заболеваний указал итальянский врач Фракасторо, заметившийся, что болезнь передается от одного человека к другому посредством живого болезнотворного начала. Он еще ввел в медицинный термин «инфекция». С этого времена, в 1546 году, в медицинском мире, началась разрешительная борьба между сторонниками миазматической теории и учения о контагии. Эта борьба продолжалась до подтверждения гениальной догадки Фракасторо «открытие микроорганизмов». Окончательная точка в дискуссии защитников теории болезнотворных миазмов и живого возбудителя поставила открытие, сделанное в первую половину XIX века и убедительно доказавшее патогенный роль микроорганизмов в опытах по самозаражению и моделированию заболеваний у животных. Открытие невидимого мира стало возможным после изобретения увеличивающегося оптического устройства Галилея. Первым, кому бесспорно удалось проникать в мир микробов, был Антониан Ван Ливингук, использующий микроскопы с 160-кратными увеличенными. Необычность микроскопа микромира настолько потрясла этого преуспевающего торговца сукном из Дилфта, что всю оставшуюся жизнь он посвятил его изучению. Именно ему человечество обязано открытым анималокулей, под латински анималкула – зверушка, числа которых существенно возросло после исследования Роберта Хука, Луи Жабло, Кристиана Ланга и другие. Средина XIX века является поворотным этапом в развитии микробиологии. Она обогатилась новыми данными из физики, химии, биологии, что привело к стремительному прорыву в исследовании микромира. В середине XIX и начало XX века проходит под знаком борьба с инфекционными заболеваниями, а институты, созданные для Луи Пастера в Париже и для Роберта Коха в Берлине, стали мировыми центрами изучения микроорганизмов инфекционных болезней. Всю жизнь Пастер искал ответы на самые актуальные вопросы химии, микробиологии, эпидемиологии и патологии. Заслуги Пастера хронологизированы на мемориальном доске у входа в его первые лаборатории. В 1857 году брожение, в 1860 году самопроизвольное зарождение, в 1865 году болезни вина и пива, в 1868 году болезни щелковичных червей, в 1881 году заразы и вакцины, в 1885 году передохраняют от бещенства и т.д. Роберт Кох Свою деятельность в качестве бактериолога Роберт Кох начал изучением сибирской язвы, эпизотея которой разразилась в прусском городе Волтштейне, где он работал уездным врачом. Кох помешал кусочки селезонки зараженных мыши в висячие капли жидкости передней камеры бычьего глаза и наблюдал рост возбудителя, спорообразования и прорастания спор. Медицина того времени была признана мировым открытием. Принципы систематики и классификации микроорганизмов Мир микроорганизмов чрезвычайно разнообразен. По мере их открытия и изучения они были разделены на следующие группы Бактерии, лучистые грибы, нитчатые грибы, дрожжевые грибы, сине-зеленые водорослы, спирохиты, простейшие, рикетии, микоплазмы, вирусы, виреоиды, прионы и т.д. Единственное, что их объединяет, микроскопические размеры. Однако эти организмы существенным образом различаются друг от друга по многим признакам и, прежде всего, по уровню организации геномов и т.д. В соответствии с этими признаками все известные живые существа делятся на 4 царства иукариоты, иубактерии, архибактерии, вирусы и плазмиды. К паракариотам объединяющие иубактерии и архибактерии относятся бактерии, сине-зеленые водоросли, спирохиты, актиномициты, рикетии и микоплазмы, простейшие, дрожжевые и нитчатые грибы и иукариоты. В связи с таким разнообразием дать краткие и исчездающие определения понятий микроорганизмов достаточно сложно, тем более, что к ним относятся вирусы и плазмиды. Нужно было определить главный критерий, который бы отличил живые от неживого. Современные представления о жизни связаны с понятием гена. Ген является единственным носителем и хранителем жизни. Таким образом, главное отличие живого от неживого – наличие собственной генетической системы, которая обеспечивает наследственность, непрерывность и эволюцию данного организма, то есть его существование в жизни. Все, кого имеют свою генетическую систему, должны рассматриваться как организмы. Отличительные особенности перечисленных царств следующие. 1. К царству вирусов и плазмид относят организмы, у которых геном представлен либо ДНК, либо РНК. У них отсутствуют собственные системы биосинтеза белка и мобилизации энергии, поэтому они являются абсолютными внутриклиточными паразитами. 2. Прокариоты и у бактерий, и у архибактерий. Это организмы, у которых нет оформленного ядра, а есть лишь его предшественники – нуклеоид. Он представлен одной или несколькими хромосомами, которые состоят из ДНК и свободно располагаются в цитоплазме. Прокариоты не имеют дифференцированного аппарата метоза, у них нет ядрышка. Есть рибосомы, большинство имеет клетчатую стенку, содержащую пептидегликан, который отсутствует у иукариотов. Размеры прокариот варьируются в пределах от 1 до 20 микрометров. У прокариотов нет митохандрии и флоропласта. Среди них есть аэробные и анаэробные организмы. Архибактерии. Отличие от архибактерии – состав клетчатой стенки, так как она не содержит пептидегликана. Особая структура липидов – иной компонентный состав РНК-полимераз, различая строение рибосомы. Ио-бактерии содержат пептидегликан. Ио-укариоты имеют рибосомы, митохандрии или хлоропласта. Не содержат пептидегликана. Все они – аэробные микроорганизмы. К ним относятся все высшие растения и животные. Жгутики-уикариот состоят из белка тубулина и представляют собой систему микротрубочек, связанных с базальным телом. Жгутики-прокариота не содержат систему микротрубочек и состоят из белка флагелина. Субтитры создавал DimaTorzok